Медали и грамоты 72 медицинских работника из городов и районов Карагандинской области удостоены ведомственных наград. В торжественном мероприятии проходило с участием главы региона и министра здравоохранения. Подробности расскажет Антон Александров. Более 17 тысяч медицинских работников трудятся сегодня в Карагандинской области. Вклад некоторых из них отметили ведомственными наградами, а начинающих врачей, изъявивших желание работать на селе, денежными сертификатами. Это подъемные, которые в этом году были увеличены до 8,5 миллионов тенге. Наши медработники заслуженно пользуются авторитетом и узнаваемой среди коллег не только внутри страны, но и далеко за пределами. Хотелось бы отметить несколько моментов, на которых мы, как местные власти, уделяем особое внимание для развития системы здравоохранения нашей области. В первую очередь для нас важно повышать доступность высокотехнологичной медицины для жителей области. Для этого расширяется сеть отделений гемодализов, реабилитационных центров, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Среди награжденных сегодня и Турсын Оразбай, выпускница Казахского национального медицинского университета имени Асфиндиярова, приехала работать в село Успеншетского района. Поддержку получила в рамках программы «С дипломом в село». Такие подъемные – большое подспорье. Для начинающих врачей создают все условия. Советую другим участвовать в программе «С дипломом в село». Я с детства хотела стать врачом. Рада, что все успешно получилось. И я и сегодня стараюсь помогать людям. Сейчас для развития системы здравоохранения на селе ведется строительство 27 медицинских объектов. Это позволит повысить доступность медицинских услуг. К тому же активно ремонтируют и действующие больницы и поликлиники. Так в прошлом году преобразилось 14 объектов здравоохранения. Столько же отремонтируют и в этом году. Я думаю, что это действительно одна из самых благороднейших профессий, которая заслуживает всех похвал. Я знаю, какой труд стоит ежедневно, ежечасно за вашими плечами в отделениях, на станциях скорой медицинской помощи, в реанимационных отделениях, на уровне первичной медико-санитарной помощи. Потому что это очень большой труд, который требует действительно от вас очень большой отдачи. За последние два года более 130 работников системы здравоохранения получили квартиры. Так власти привлекают молодых специалистов в отрасль и повышают престиж профессии. По каждой проблеме есть решение, которое потребует определенного времени и средств. Но вольное и стремление их решить у нас имеется. Вместе с вами, я думаю, мы это решим. В рамках встречи с министром здравоохранения удалось обсудить и насущные проблемы отрасли. Международная научно-практическая конференция в этот раз называлась «Медицинские сестры и инновационные технологии в здравоохранении и образовании». Опытом делились специалисты из Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. В рамках мероприятия даже презентовали новую модель сестринской службы, внедряемую в Казахстане.